здравствуйте хотел бы поделиться нашими новыми результатами которые сашка нам преподносит чуть ли не ежедневно 15 числа проходил дистанционный сеанс с давидом и буквально через часа наверное 2 я сидел за столом пил чай и ко мне сашка подходит и говорит пойдем гулять ну знаете как бы для меня это было шоком но я не показал ему про то что как бы для меня это что внутри волнительно и все мы пошли с ним гулять вот когда мы вышли на улицу мне показывает сторону магазина купи печеньки начал говорить но это он как бы уже давненько говорит но без указательного жеста и в этот же день он показывал сторону магазины и просил купить меня ему вот пошли мы с ним магазин те которые он постоянно любит печеньки он их не выбрал он выбрал совсем другое он выбрал рулеты потянул меня в сторону этих рулетов взял себе и потянул меня потом обратно в другую сторону и взял себе сок деловой такой вот самостоятельный парнишка растет что мы у нас как бы знаете очень много то есть ну а многом как бы и не упомнишь наверное потому что это чуть ли как бы ну день до через день то есть что-то новое появляется у него появился конкретный указательный жест он показывает на все что видит рассказывается то есть все что он знает то что мы с ним учим то есть он все это показывает вот рассказывает на улице все в учебниках то есть все вот начал писать у нас то есть начали заниматься и у него как бы это очень хорошо как бы получается буквы цифры то есть ему самому это как бы очень нравится вот готовимся к школе помаленечку логопед нас марина александровна очень хвалит то есть что очень все здорово занимается сидит очень хорошо папу с мамой радует короче вот так вот знаете просто хотел рассказать про своей страхи да теперь я понял что в жизни которые присутствуют страхи по поводу именно вот расскажу о своем то есть первый пример тому что да вот страхи то есть что когда чего-то опасаешься боишься она все это происходит расскажу по своему первому случаю да когда я я после лечения звонил названию давиду говорил давид я боюсь что у меня ребенок не заговорит он говорит вов это твой страх отпусти его вот ну как-то мы с давидом позанимались у него получилось это сделать и через три дня ребенок мой заговорил теперь просто я понял в жизни что бояться не нужно потому что страхи они материальны и теперь я просто после израиля после каждой консультации давидом со всеми специалистами и теперь понимаю как знаете жить хорошо без страхов там что у тебя ребенок никогда там не за не будет писать не читать там да это как у нас было то есть еще до поездки в израиль когда у нас был там один дефектолог когда она нам сказал через три занятия что ваш ребенок никогда хорошо бы 18 годам если ваш ребенок заговорит и ойгез говорит сядет на стульчик и будет сидеть он 40 минут сидит и занимается теперь после израиля он сидит и занимается он читает пишет он все знает вот так что не надо чисто для себя я как бы принял да что не нужно бояться теперь я осознаю что у меня сын здоровый он мне развивается вот ну не так когда быстро как бы это хотелось но это все идет то есть мелкими мелкими шажочками мы идем в школе мы полностью установимся у нас все хорошие радостная новость нас взяли в садик влагопедическую группу в сентябре в конце августа мы пройдем комиссию и все и мы пойдем в садик вот будем налаживать контакт с ребятишками то чего ему я думаю что не хватает потому что как бы еще на детских площадках он до смотрит на ребятишек но он видать еще до конца не понимает что нужно делать с ребятишками то есть также прыгать бегать он наблюдает за этим я очень рад тому что мы идем мы стремимся к нормальному развитию мы к семи годам мы в любом случае восстановимся чтобы мне этого не стоило мы будем заниматься мы будем делать все для того чтобы в семь лет он уже пошел в школу так что вот такие у нас вот изменения это знаете такие хорошие приятные чувства когда ведь когда знаете после тех слов когда нам врачи говорили что ну неизлечимы все болезни все это излечимо главное попасть в руки хорошим специалистам вот так что вот так как-то всем спасибо до свидания